116 фактов незаконного провоза холодного оружия выявили в Казахстане с начала года. Примечательно, что в 55 случаях товар был куплен на популярных маркетплейсах. Как комментируют эту ситуацию представители торговых площадок и что ждет покупателей нелегального оружия, узнавал Арман Сарсенбаев. Меморандум по выявлению и блокировке продажи и рекламы запрещенных предметов подписали правоохранители с ведущими международными торговыми интернет-площадками. Причиной стал рост регистрации преступлений по провозу в Казахстан холодного оружия. К сожалению, уже зарегистрировано 116 фактов ношения провоз кастетов и других предметов холодного оружия, которые выявлялись в ходе досмотра на АЖД вокзалах, в аэропортах. По ним виновные лица привлечены к уголовной ответственности по статье 287 Уголовного кодекса. При этом следует отметить, что в ходе расследования уголовных дел по 55 таким фактам было установлено их приобретение на маркетплейсах. По словам операционного директора одной из популярных торговых площадок Казахстана, прежде чем объявление публикуется, оно проходит два вида модерации. Что касается холодного оружия, то по правилам маркетплейса размещать можно только кухонные ножи. Однако, несмотря на ручную проверку, порядка 150 тысяч объявлений в месяц иногда и такой способ даёт сбой. Это бывают всякие ошибки, это бывает, что оно проходит автоматически. У нас настроены фильтры, также мы активно сотрудничаем с департаментом полиции. Если вдруг выявляются такие факты, либо нашими силами, либо же сторонними, то мы сразу блокируем такие объявления. Как пояснили в Министерстве культуры и информации, за год было выявлено порядка 170 правонарушений, связанные с размещением запрещенных предметов. Из них около 80 найдено на маркетплейсах. В Министерстве культуры и информации пояснили, что ждёт интернет-ресурсы, отказывающиеся удалять противоправный контент. Мы её контролируем путём мониторинга информационного пространства. И в случае выявления мы незамедлительно принимаем меры либо реагирующего характера. И в случае, если уже нет никакой реакции с обратной стороны, тогда мы поднимаем меры по блокировке. Правоохранители предупреждают, что приобретение холодного оружия через маркетплейсы незаконно. За это предусмотрена уголовная ответственность. Арман Сарсенбаев, Кублан Утигенов, Информбюро, Астана.